Не всем быть Андерсонами, но кто-то же должен написать про нейроны, а не просто про, понимаете, оловянных солдатиков. И мы с художницей Леной Алексеевой создали серию книжек для детей, возрастная группа где-то от 4 до 10 лет, и все эти книжки про нейроны, про мозг, про то, как работает. Меня все спрашивают, что это такое, давайте я чуть-чуточку расскажу, чтобы вам было, может быть, интересно, и вы этим смогли воспользоваться. Книга «Как устроен мозг» — это такая образовательная книжка, и многие родители очень благодарят за нее, потому что они узнают, как устроен мозг из нее, несмотря на младшую возрастную группу, которой рекомендуется данное пособие. Но здесь очень просто, на примере истории мальчика, который со своим мозгом познакомился, начал как-то пытаться с ним строить отношения, мы узнаем, как устроен мозг, какие зоны мозга есть, как они развиваются, что нужно делать, чтобы мозг развивался, что нужно делать для того, чтобы он не деградировал в гаджетах и так далее. И это оказывается очень таким эффективным пособием для детей. Если вам нужно объяснить, почему слишком много смотреть телевизора или гаджетов, это не очень хорошо. После того, как мы справились с мозгом, и у него есть тренировочная специальная тетрадка для развития соответствующих способностей, мы переходим к второй книге серии. Она называется «Как исполняются мечты». Ну, звучит красиво, на самом деле, речь идет серьезная, скучная история про то, как заставить детей быть сколько-то целеустремленными и концентрироваться на задачах. Это была основная моя задача как психотуропафта для того, чтобы вам эту самую помощь оказать. Речь так вроде бы идет о мечтах мальчика Саши, а на самом деле это подспудно объясняется ребенку, что очень важно уметь собирать свои селенки в комочек, доводить дела до конца и так далее. Дети хорошо воспринимают эту фабулу и благополучно используют это и становятся более целеустремленными. Им для этого специальный нейротренажер еще можно выдать. Третья книга серии «Как научиться дружить». Книжка важная, так звучит, может быть, легкомысленно, но, во-первых, для наших детей цифровой аутизм – это, к сожалению, такое неприятное будущее, потому что очень сложно общаться с молодым людям в нашем новом дивном мире гаджетов и социальных сетей. А вот живое человеческое общение дается с трудом. Плюс многие дети сейчас гиперактивные, многие избалованы неправильным воспитанием или испорчены неправильным воспитанием. В общем, короче говоря, нашим детям сложно строить отношения. А мозг – это такая штука, которая растет и развивается, если ребенок научается на каждом этапе своего формирования новому формату более сложных, более объемных социальных отношений. И вот эта книжка рассказывает и про зеркальные нейроны, и вообще про все, что нужно знать для того, чтобы социальный мозг развивался, как встроить ментальную модель другого и так далее. Все очень просто, но там хитро и сложно, но никто должен не заметить. Можно нейрозарядкой дополнительно это тоже поделать. И, наконец, четвертая книга серии, скоро будет пятая, я вам не скажу, какая. Она называется «Как быть счастливым». Эта книжка такая психотерапевтическая, значит, у нас дети, им сложно контролировать собственные эмоции, это вполне нормально, потому что то, чтобы контролировать, у них должна отрасти префронтальная кора. То, чтобы ей отрасти, нужно куча времени, вот, и поэтому ребенку сложно со своими эмоциями справляться. У них много психосоматических из-за этого возникает всяких разных недугов и так далее. А при этом эмоциональный интеллект, вот, который такой популярный, это же не какая-то такая абстрактная история. Эмоциональный интеллект – это способность осознавать свои собственные эмоции и что-то с ними делать для того, чтобы они тебя не травмировали и позволяли тебе вести себя правильно в обществе. Вот, соответственно, об этом книжка, вот, тоже весело, тоже мальчик Саша, у него есть сестренка Соня, этого я не мог избежать, вот, и нейрончики, и мозг, и, в общем, счастье и радость. Вот, делай мозг счастливым. Это то, что касается этих тренажеров, тут куча всяких разных упражнений. Интересно ребенку детям делать и самим, интересно взрослым это делать. Вот, тут есть всякие медальки в виде нейрончиков, можно себе, так сказать, поставить, и почувствовать, что ты, в общем, стал психически более полноценным человеком. Вот, ну и в завершении такая крайне художественная серия, которая пока состоит из двух таких книжек. Она рассчитана на детей, у которых уже больше десяти, там 10, 11, 12, 13, 14. Вот, тут тоже есть, соответственно, главные герои, но самое главное, что это сделано вот в стилистике совершенно замечательного комикса, вот, теоретические вставки, они все объясняют, да, все происходящее, вот, в этой книге рассказывается, как мозг несчастный появился на свет, как ему было тяжело, больно, как он страдал, мучился, вот, и как это потом приводит к первой влюбленности главного героя. Вот, а это пособие уже практическое, хотя, значит, там тоже всякие картинки, рисунки, задания и так далее, но здесь очень много лайфхаков, да, моя задача была собрать вот такие знания из современной нейронауки, которые помогают детям собираться, значит, ну, перед контрольными, перед задачами, перед экзаменами, как подготовиться, как себя настроить, как справляться со стрессом, там, и так далее, и так далее, и так далее, в каких обстоятельствах мозг работает лучше, в каких хуже, вот, и полезно, да, для родителей, скажу, ну, вот, но, в общем, короче говоря, купите детям, не пожалеете. За 7 детский час, 30 минут, 20 минут, 10 минут на телеканале инстаграм доктора Курпатова заканчивается, будьте счастливыми родителями.